Сегодня свой день рождения отмечает электронная книга. Сейчас это уже обыденность, а 50 лет назад казалось фантастикой. В современном мире достаточно зайти в интернет и найти там нужный экземпляр. Однако простота и доступность все равно не позволили электронному носителю полностью заменить бумажную книгу. Пользователей стало в электронной библиотеке Литрес больше. Но библиотеки открылись, и люди пошли за бумажными книгами. Электронными книгами пользуются как люди старшего поколения, так и молодежь. Не сказать, что это только прерогатива молодежи. Но опять же, в нашей практике были случаи, когда читатели приходили, сначала хвастались нам, что мы к вам ходить не будем, мы купили электронные книги, мы теперь читаем только в электронном виде, а потом возвращались. Читатели постарше, рассказывают хранители библиотек, предпочитают все-таки бумажные книги. Им новые веяния моды не пришлись по душе. Я, можно сказать, завсегдатая в библиотеке. Хожу, смотрю, новинки разные в библиотеке, очень интересно. А что касается электронных книг, я их не читаю. Почему? Ну, достаточно заниматься техникой, допустим, электронной в интернете, что мне надо какую-нибудь информацию, а так я только люблю обычные книги. А вот большинство ангарчан, особенно молодых, страницам художественных произведений предпочитают фильмы. Одни сетуют на нехватку времени, другие – на отсутствие воображения. В семье нету двое детей маленьких. А детям? А? А детям что вы читаете? Ну, ребенок сам смотрит картинки. Вы никак не бумажные, не электронные? Нет. А почему не хотите? Ну, как-то неинтересно книги читать. А чем вы заменяете? Фирмы? Только фирмы? Да. В последнее время электронные. А почему именно электронные? Почему вам они нравятся? Ну, мне нравятся и бумажные, но в электронном, во-первых, проще скачать быстрее. К слову, полюбить чтение бумажных или электронных книг никогда не поздно. В ангарских библиотеках доступны и те, и другие. На любой вкус и жанр. От романов, триллеров и детективов. До эзотерити и профессиональной литературы. Кстати, количество постоянных читателей в городе только растет. Сейчас ЦБС насчитывает больше тысячи активных пользователей. Елена Шелик, Владимир Селиванов. Местное время.